Всем доброго времени суток! Сегодня я решил сделать очередной урок по программе Particle Illusion. Многие знают, что в программе Particle Illusion существует много заготовок текста, очень красивых, но не все знают, как его настроить, то есть сделать свою надпись. И сегодня я попробую вам рассказать, как это сделать. Давайте возьмем простую заготовку. Вы можете взять другую, я буду использовать вот эту. Сделаем окно видимое на весь экран, чтобы было видно, нашу сохраняемую часть рабочей области. Ставим на первый кадр и ставим текст. Давайте посмотрим. Вот такой текст. Но для того, чтобы изменить наш текст, необходимо знать программу Adobe Photoshop. Итак, открываем свойства этого текста, выбираем свойства частиц и выбор формы частицы. Вот наша форма частицы. Нам надо ее сохранить. Нажимаем экспорт формы. Выбираем папку. У меня уже папка есть. Выбираем я. Вы можете выбрать любой формат из существующих, который есть. Я пользуюсь PNG. Нажимаю PNG. Называю ее, чтобы потом проще было найти. Ну, допустим, вот так. Сохранить. Окей. Можем свернуть программу. Теперь переходим в программу Photoshop. Открываем наш сохраненный файл. Вот он. Открыть. И вот, собственно, сама форма, которая сейчас в Particle Illusion. И нам надо будет ее изменить. Смотрим размер. Для чего мы экспортируем Photoshop? Для того, чтобы узнать размер этого изображения. Так как нам надо делать точно такой же размер. Размер изображения. 1024 на 256 пикселей. Создаем новый слой. Новый файл. Такого же размера. И пишем наш необходимый текст, который мы хотим сделать. Вот так. Нажимаем применить. Давайте к этому тексту применим стиль какой-нибудь. Ну, допустим, тиснение. Вот, видите, он стал более четким. Оставим так. Ок. И можем, в принципе, сохранить. Сохранять надо его в таком же формате PNG. Файл. Сохранить как. PNG. Тест. Называем тест. Сохранить. Ок. Теперь переходим обратно в программу Particle Illusion. Выбираем опять наш текст. Свойства. Свойства частиц. И выбор формы частиц. Теперь надо сюда загрузить наш сделанный текст в Photoshop. Делается это вот отсюда. Добавить форму в библиотеку. Выбираем. Из той папки, куда мы сохранили. Вот он. Тест. Открыть. Ок. Нажимаем просмотр. Вот наш текст. Нажимаем ОК. И давайте посмотрим, что получилось. С самого начала. Ну вот, в принципе, и все. И все, что я хотел рассказать. Это можно применять к любому из этих текстов. Независимо от того, какой вы выберете. Так, наш текст готов. Осталось только его сохранить. Сохранять я не буду сейчас. Я об этом уже рассказывал, как это делается. Всего доброго. До свидания. Всем творческих успехов. Субтитры создавал DimaTorzok